Итак, информация о подорожании круп из-за дефицита на рынке ритейл фиксирует значительный рост закупочной цены на гречку. О повышении стоимости крупы предупредили в Ассоциации поставщиков продовольствия РУСПРОДСОЮЗ. В организации отмечают, за последний год цена на гречку в магазинах выросла в среднем на 36% до 95 рублей за килограмм. Эксперты связывают такую динамику с повышенным спросом в период пандемии внутри страны. Новый скачок цен возможен из-за повышения уже экспортного спроса. Аграрии спешно реализуют гречиху с зарубеж по максимальным мировым ценам. В итоге переработчики в России испытывают дефицит поставок. Еще одна проблема – скорое повышение стоимости пшена и овсяной крупы. Здесь причина иная – дефицит, а соответственно удорожание продукции связано с неурожаем прошлого года. В Минпромторге уже высказались о необходимости еженедельного мониторинга стоимости социально значимых товаров. Ведомство попросило крупные торговые сети представить данные о динамике цен на крупы. Ну и напомню, власти озаботились ценами на продукты после замечаний Владимира Путина в конце прошлого года. В частности, он был недоволен ростом цен на масло, сахар, хлеб и макароны. В результате были введены пошлиные квоты на экспорт зерна, а также утверждены пошлиные на экспорт подсолнечника и растительного масла.